МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА То есть мы еще будем где-то еще? А как это будет? Как это? Интернет нам в помощь! Привет! Алуся, привет! Алуся, привет, Аллочка! Сегодня я поделюсь своим фирменным блюдом из молока. Оно, кстати, и на завтрак чаю, и на бутерброд к обеду, и даже на праздничный стол. Это приятная закусочка будет. Мой домашний сыр с зеленью и тмином можно приготовить впрок и хранить несколько недель в холодильнике. Для домашнего сыра из молока вам понадобится молоко, кефир, яйца, чеснок, кинза, петрушка, зеленый лук, тмин, красный перец и соль. Мы приготовим приблизительно 700 граммов сыра. Для этого берем кастрюлю трехлитровую. В нее наливаем литр молока и литр кефира. Ставим на огонь. Пока молочно-кефирная смесь нагревается, мы займемся яйцами. На 700 граммов сыра нам понадобится 6 яиц. Выбиваем прямо в миску, не разделяем белки и желтки. Добавляем полторы столовых ложки соли и смешиваем яйца до однородности. Соединили. Посмотрим, что у нас там с молочно-кефирной смесью. Вот смотрите, она еще не закипела, но горячая, и видно, как сыворотка начинает отделяться. Берем взбитые яйца и выливаем тонкой струйкой. Помешиваем все время и ждем, пока у нас полностью не отделится сыворотка. У нас нету кипения бурного, запомните. Просто томится эта масса. Вот сыворотка отделилась. Я выключаю, а мы продолжаем дальше работу. На 500-700 граммов сыра нужно мелко нарезать 3 веточки кинзы, 3 стебля зеленого лука и 3 веточки петрушки. Зелень я измельчила. Высыпаем в кастрюлю с молочной смесью и перемешиваем. Сейчас мы добавляем сюда специю. Одну треть чайной ложки тмина и для пикантности одну треть чайной ложки красного голодного перца. И сейчас мы должны очистить зубчик чесночка и выдавить через пресс прямо сюда в кастрюлю. Перемешиваем. И переношу это все на дощечку. Теперь осталось дело за малым. Мы берем большую миску и дуршлаг. Кстати, дуршлаг на кухне незаменимая вещь. Мы привыкли, что дуршлаг – это дырявый ковшик на ручке. Они могут быть очень интересными. Например, бывают складные дуршлаги. Одно движение, и он становится плоским. Ручка снимается, и все компактно укладывается в ящики стола. Или же есть съемные дуршлаги. Надевается на кастрюлю или на сковороду, как крышка. Очень удобно сливать жидкость. В общем, вариантов очень много. Если заказывать в интернет-магазине, можно детально разобраться, почитать отзывы, характеристики и даже посмотреть видео использования этих дуршлагов. Устанавливаем на большую миску дуршлаг. Берем марлю, где-то метр марли. Складываем марлю вдвое. И выкладываем марлей дно дуршлага. Важно, чтобы края и углы марли свисали за бортики нашей миски. Теперь берем прихватку и выливаем. Марлечкой выкладываем поверхность. Поднимаем. Смотрите, сколько у нас сыворотки. Теперь я беру вот такую вот миску и ставлю сюда. Берем тарелку, меньше диаметра нашего дуршлага и выкладываем на поверхность сыра. Поверхность тарелки должна полностью прижимать поверхность нашего сыра. Я подготовила литровую банку, налила сюда воды. Это у нас груз. Ставим сверху. Чуть-чуть вот так вот прижали и все. От давления вот этого груза из сыра выйдут все остатки сыворотки. И самое главное, сырная масса у нас склеится. И образуется вот такой вот настоящий комочек сыра. Но нужно подождать, потому что эту конструкцию мы поставим в холодильник где-то 3-4 часа. Я подготовила заранее, и у меня в холодильнике уже есть готовый сыр. Вот, пожалуйста, сырок, о котором я вам говорила. Полюбуйтесь. Мы снимаем эту марлечку. Сыр стал плотным. Нарезаю. Даже такие вот усилия нужны, чтобы нарезать. Спрессован сыр. Отлично. Смотрите, какой сырочек. Так, все, я пробую. Я же была уверена, что такое получится. Очень вкусно. Танюша, Надя, Лилечка, я советую приготовить этот сыр. Я думаю, это необыкновенно вкусно. От этого вкуса сыра можно потерять голову. Вы видели, что это делается все очень быстро, дешево и сердито. Всего за 2 часа приготовить сыр в домашних условиях. Это уникально. Вообще, уникально, правда. Приятного аппетита. Ну, пока. Отлично. Редактор субтитров А.Семкин